Неуловимый вор Некоторые связывают спешный отъезд Гули из Турции с гибелью вора в законе Гайлзе Звёдадзе, Диеку Таиски. Он был расстрелян тремя киллерами 8 апреля 2018 года около своей квартиры в Анталье. Примечательно, что Звёдадзе не был врагом Салифова, а даже наоборот, значился среди его сторонников. Однако, по слухам, Гули точил на него зуб в связи с тем, что Диеку Таиски позволял себе поучать Гули по части его деловых отношений с тем или иным авторитетом, что очень не нравилось самовлюбленному и честолюбивому Салифову. Другие объясняют эти перемещения тем, что в Эмиратах гораздо проще затеряться и оставаться недоступным для российского правосудия. Для Гули его пребывание в ОАЭС складывается успешно, несмотря на то, что в мае 2018 года он был задержан местными стражами порядка. Однако до экстрадиции дела так и не дошло. Вора отпустили на свободу. Внятного объяснения российским спецслужбам, как это могло произойти с преступником, объявленным в международный розыск, восточные коллеги так и не дали. Что примечательно, похожие истории произошли в Турции, а затем и в Черногории. Каждый раз авторитеты выпускали вскоре после задержания. Как бы там ни было, учитывая его способность вести дело на расстоянии, сейчас Гули пророчит лавры все же угодившего за решетку лидера преступного мира России Захария Калашова. Шакра молодой. Салифов, даже находясь за границей, является одним из главных авторитетов страны. При этом отношения между Гули и Шакрой всегда были далеки от идеала. Воры на открытый конфликт друг с другом никогда не шли. Однако при этом Шакра лично раскороновал не только двух крестников Гули. Джиху Наскерова, Гинджинский, и Влада Грачева, Шарап, но и брата Гули Намика. Однако Салифов на это никак не ответил. Впрочем, если верить самому Гуле, он не только не стремится занять воровской трон, но и вообще противится наличию в воровском мире единого лидера. Если верить информации, исходящей от окружения авторитета, одна из его любимых фраз. Король нам не нужен.